Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели интернет-портала радиоцентра Сангейтс. Начинает свои программы. Сегодня у нас 9 августа, вторник. Девятое число. Девятое число – это по ведической нумерологии планета Марс. И вторник – это Марс, так что все совпадает. Мы сегодня в энергиях марсианских, те, которые пробивные цели добиваются. И сегодня у нас на связи Цорих, Швейцария, ясновидящая парапсихолог Лариса Суверон. Лариса, здравствуйте! На заднем плане у вас кто-то ходит, но это ничего. Ну что, Лариса, какое-то время у нас прошло с нашей последней программой. И вы знаете, как всегда, очень много просмотров, много отликов. О чем мы сегодня поговорим? Ну, давайте мы, может быть, начнем с чего? С того, что происходит у нас в мире. И потом у меня будет один к вам вопрос, который поступил в ваш адрес по скайпу. Ну и те люди, которые хотят задать вопрос и в живом эфире, и после эфира, пожалуйста. Это www.sungatesradio.com Это skype sungates108 Вы там можете задать свои вопросы, оставить свои комментарии. Ну, а также в Facebook и YouTube все программы записываются, выставляются на YouTube, потом идут в Facebook. Там тоже можно задать свои вопросы. Итак, Лариса, здравствуйте! Рад вас приветствовать в нашем эфире. Добрый день, дорогие слушатели, телезрители и все, кто меня видит и слышит в данный момент. Ну, расскажите, что у нас изменилось в мире с того времени, пока вас не было в эфире. Если что-то изменилось, что у нас нового, скажем, вы, может быть, видите того, чего, естественно, не видим мы? Ну, то, что сейчас изменилось, вижу я своим взглядом, это сейчас Сатурн. Над всем миром Сатурн завис. И сейчас очень много людей, которые страдают от их влияния. То есть влияние какое? Влияние на психическое состояние, на стрессы, на эмоции, на состояние здоровья и состояние невезения. Очень многие сейчас, женщины особенно, говорят, что им в многих мелких даже деталях не везет. И очень много слышу от людей, которые не беженцы, а эмигранты тоже начинают терять свое самообладание и движение вперед. Можно так выразиться. И так же с болезнями с новыми. Я сейчас стала больше и больше встречаться с людьми, у которых новые заболевания, которые еще, в принципе, не признаны медициной. То, что в медицине они видят одно, мы видим другое, а я вижу вообще третье. И поэтому мне очень тяжело делается в последнее время общаться с людьми, у которых совершенно новые заболевания, новые искажения в теле. Мне даже трудно им это объяснить. Но, тем не менее, я это просто вижу, что сейчас происходит это. Ясно. Ну, а как оно что-то изменится? Будет ли оно оставаться так, как оно есть? И, в общем-то, что делает это людям, которые находятся под влиянием вот таких негативных вещей? Людям нужно соблазать самоуправление. Спокойно думать, при тем что-то делать. Не выходить на раздражение. И не допускать, чтобы к ним было это раздражение. Если видеть человек, человек раздражительным, лучше просто-напросто отойти. Но не идти на скандальные конфликты. Слишком много раздражения. Особенно у молодых, которых начинается с 14 и до 20. У этих людей неадекватное раздражение, травмы мозга. Но травма это не физическое, не механическое, а травма психологическая. То есть влияние негативной энергии. Вот эта негативная энергия находится в нашем самообладании, сознании. Бессознание и сознание. Вот это бессознание, к сожалению, мешает. Не только молодым, но даже людям, которые уже и постарше. Раздражение. Раздражение неизвестного органа нашего тела. Поэтому, когда вы начинаете чувствовать, что у вас идёт раздражение, то, пожалуйста, в этот момент отойдите в сторону. Или расслабьтесь. Сделайте мышление без логики. И прочувствуйте, откуда оно идёт. С какой стороны или с какого опера. Это может и желудок быть, это может быть и сердце. Это может быть и голова. Это может ваш ближний друг, или ближний, или ребёнок. Это всё, что угодно. Но в этот момент просто владеть собой надо. Понятно. Лариса, ну давайте мы тогда, я вам озвучу вопрос, который задала нам радиослушательница. Вопрос такой, достаточно интересный. Но это как раз ваша тема. Ситуация такая. Её знакомый какой-то попал в автокатастрофу. С ним всё в порядке, слава богу. С машиной нет. И машина, она... Он ударил другую машину. И, соответственным образом, значит, он виноват. Там никого не было. Короче говоря, надо возместить ущерб. Ущерб надо возместить. Машина стояла уже на продаже. И довольно большая сумма. Вот эта женщина, она проживает не на территории России. Она проживает совсем в другой стране. Не на территории США. В европейской стране она проживает. И она... Это её хорошие знакомые. Вопреки советам её мужа, она решила всё-таки одолжить ему какую-то сумму. Ну, не всю. Там довольно большая сумма. И она ему одолжила сумму. Ну вот пока ни ответа, ни привета. Скажем, с той стороны. Она задаёт вопрос. Получит ли она эти деньги в итоге? Она отдала в трудный момент, когда он попросил её? Когда-то... А после аварии? Да. Ну, по всей вероятности, он да. Он просил. Я не знаю, деталей там нет. Вот она поступила вот таким образом. Она видела эту аварию? Нет. Она это в совсем другой стране проходила. Это знакомая, которая проживает, по всей вероятности, в территории России, а она живёт в другой европейской стране. Просто она ему перевела эти деньги, которые ему надо было возместить. Одолжила. А вы можете передать ей сейчас имя его? Пусть она скажет. Вы знаете, этот вопрос не был. Я её не вижу сейчас в эфире, на самом деле. Я имею в виду на связи в скайпе. Я её не вижу. Я её написал, но её, наверное, сейчас нет. Ну, если вы меня наслышите, то вот я сейчас напишу. Я сейчас напишу, если она наслышит, то я вам скажу. Но пока нет. Но пока-то, во всяком случае, такой вопрос на этот вопрос. Я отвечаю другим вопросом. Нет, она не получит. Не получит? Нет. А скажите, допустим, вот такая ситуация, которая была, или какая-то другая ситуация. Я знаю, что вы такими вопросами занимались. Как сделать так, и можно ли сделать так, чтобы вот это событие, которое вот сегодня, вот как так вот там звёзды стоят, допустим, или так вот на сегодняшний день обстоит дело, можно ли сделать так, чтобы всё-таки в свою пользу вот это всё повернуть? Ну, кто-то кому-то одолжил деньги, кто-то этим воспользовался, и у меня так было неоднократно, и не отдают. Можно ли сделать так, чтобы отдали без каких-то там последствий серьёзных, вот он, гад, там, там, одолжил, не отдал, это никому не надо. А вот просто вот ему захотелось, он нашёл вот способ подать эти деньги. Можно ли, это такой вариант возможен? Да, сейчас, тем более сейчас. Вот сейчас август, и до середины сентября будет стоять над всем миром Сатан. Это его энергия. Его энергия – это планета, это не медиаид, ничего, это не кусок планеты. Сатурн? Не, не Сатурн. Сатурн. Это Сатан. Сатан, окей. Да, даже это имя уже об этом говорит, Сатан. Да. И вот он стоит сейчас, он как бы людей испытывает. В основном он испытывает на людей мягкосердечным давид, докторным людям. Он этих людей сейчас как бы тест делает, и в то же время это и не тест, проверяет на силу этого человека. Вот в такие ситуации, моменты, могут очень многие люди, шарлатаны, например, люди, которые с жадностью на деньги, вот эти люди сейчас могут приобрести деньги. У людей другой категории, у добрых людей, отзывчивых, сентиментальных. Вот сейчас идёт... Ну, то есть, типа, вымогательство, да, вот, пользуясь их слабостью, вот такого вот, да, сочувствием. Вот на белую энергию, светлая, сейчас будет светлой энергии помогать. Вот только вот если он не отдаёт обратно свои деньги, которые она обещала мне, ему опять он получит то, что уже получил, удар будет. Сейчас не будет это годами наказываться, сейчас это будет наказываться очень быстро. Очень быстро. Ну, вы понимаете, это, допустим, вы знаете, вы об этом говорите, ну, допустим, кто-то ещё знает, ну, допустим, понятно, я посещаю Восток, понимаю, что это называется карма, да, но ведь людям же это, как бы, непонятно, неизвестно, это мы не проходили, это мы, так сказать, нас этому никто не обучал. И мы делаем так, как нам сегодня выгодно, а когда что-то приходит, то мы говорим, ах, вот не повезло, на нас с неба что-то упало, болезнь на нас обрушилась. То есть, это, к сожалению, к сожалению, не многим это понятно. Вот, что бы вы посоветовали, и опять же, ну, не все слушают наши программы, надо же быть реалистами, верно? Я могу языком старушек наших прошлых сказать. Для того, чтобы мы научились к новому миру реалитет, это нужно забыть нам такие слова. На бабушку напущено, на дедушку напущено, на маму напущено и на дочку. Вот это вот напущено, надо оставить сзади, и никогда не врать это больше слова. Сейчас не будет никого ничего напущено. Сейчас человек сам себе хозяин и защитит сам себя. Только сам себя сможет. Точно так же, как и в политике, то же самое, что с беженцами, которые девушки попадают как жертвы под эмигрантов, беженцев. Не под эмигрантов, а под беженцы. Сейчас очень многое, и поэтому даже сейчас не полиция, никто ничего не может помочь. Потому что сейчас настолько идут мышление тонкое. Сейчас каждый должен думать оборонять сам себя. Поэтому даже девушкам, обращение к немцам, обращение к русским, мой призыв, сами себя сейчас охраняйте. Сейчас не будет никто никого охранять. Вы идете по улице, вас никто не сможет охранять от беженцев. Потому что везде насилие, везде оскорбления, унижения. И все это в адрес в основном женщин. Мужчины, как таковые, стали слабыми. Мужчина европейский не может защитить свою женщину, хотя бы он и желал, но физически не может. Ни материально, ни физически. А наши новые посетители, наши новых миров востока на запад, конечно, вот в итоге такие. Поэтому каждая девушка, каждый человек сейчас, даже как и с деньгами, не надо сейчас давать то, что вы не знаете, за что вы отдаете. Может быть, это должно было быть у него случиться. Может быть, он должен был сам разобраться, без денег отдать. А вот как это, на это есть мозг. Вот как. А тут быстренькая помощь, быстрая и быстрая. Опять человек может ничего, он не будет отдавать, я это вижу. Он не отдаст. Он исчез и все. Это новые трики. Ну, скажите, как долго вот такая тенденция вот таким вещам, плохим вещам, вы говорите о том, что люди, которые, ну вот, эмигранты там и так далее, и так далее. Это понятно, это у нас общая тенденция такая. И астрологи об этом говорят о том, что сейчас очень остро стоит вопрос вот нелегальных, в том числе эмигрантов. Наверняка, не знаю, есть ли они в Швейцарии, они, по-моему, везде есть. Но большей части у вас нету, да? Ну, Швейцария, да, всегда была страной такой достаточно относительно безопасной и нейтральной. Вот. Поэтому храните деньги не в берегательных кассах, а в швейцарских франках. Хотя не так просто в открытом счет. Ну, у нас есть свои люди. Это, дорогие друзья, обращайтесь, если надо. Так, sungatesradio.com, да? Мы устроим ретрит по этому поводу и приедем к вам, а там мы решим все вопросы, порешаем, правильно? Да. Но, тем не менее, сейчас вопрос стоит остро, вот такой вопрос с эмигрантами, с нелегальными эмигрантами. Как долго это может продолжаться, скажите? Я объясню сейчас, как это может. Это может продолжаться до тех пор, пока не закроют все границы. А когда закроют все границы, тогда и придется Евросоюз закрыть. Потому что границы будут закрыты. То, чего сейчас это и добивается. Это и в Библии сказано, это и наши пророки, и профеты. Все об этом знают. И поэтому тот, кто знает хорошо движение энергии, это только закрыться может. А да, когда закроют все границы опять. И Евросоюз, может, к сожалению, кому-то, кому-то с радостью. Все это закончится. И закончатся наши пришельцы, беженцы. Потому что у беженцев тоже тогда, они все ноги падают назад. И таким образом мир опять встанет в свой круг. И опять мы начнем восстанавливать то, что мы потеряли. И опять по кругу все падет. И потом катаклизмы начнутся. А сейчас сентябрь и август мы ждем катаклизмы большие. Не гражданские войны, а катаклизмы. Давайте мы к этому вернемся более подробно. У нас есть время. Вот я сейчас получил ответ по скайпу. Имя этого человека Максим. Да, нет, не получится он ничего. То есть никакие магические обряды не помогут? Обряды, у него сейчас будет этот обряд. Если только вот он сейчас, эфир, это слово сказали, Максим. Он такой невысокого роста, темненький. Я его даже вот визуально вижу. Темные глаза, темно-мужи, даже темно-глубые такие. Темно-темно. Не ярко-глубые. Ну, я говорю то, что сейчас произошло, не получит. Но у него придет ответ, реакция на другой. Если после второго у него падение, может быть, у него поймет сам, что нужно отдать, тогда получится. Ну, хорошо. Я не буду описывать это, так сказать, сведения неблагоприятные для этой женщины, которая одолжила эти деньги. А этот человек, он находится на территории Украины. Вот я вижу в Украине. Живет в Украине. И в Крыму была вот эта вот авария. Ну, хорошо, хорошо. Это ваше мнение. И надо тогда озвучить, дорогие радиослушатели, те, которые видят радиостанцию. И не всегда согласны с мнением и высказыванием гостей эфира. Вот. Это только мнение. Поэтому это информация. Хорошо, хорошо. Спасибо большое. Но есть люди. Вы, это не секрет, да и вы владеете такими навыками. И у нас как-то был с вами проект школы магии, где вы могли бы обучить многим вещам, которые, ну, естественно, для пользы. Так, все-таки, вот, к примеру, я могу обратиться там, у меня есть там достаточно много людей, с кем я общаюсь, которые являются магами, которые делают такие обряды. И они восстанавливают, будем так говорить, справедливость. Справедливость не по отношению, значит, смотрите, две стороны, правильно? Одна сторона пострадавшая, так, а вторая сторона, ну, как бы, временно получившая от этой пострадавшей стороны, которая одолжила деньги, ну, вот, то, что необходимо, но не отдает. Теперь получается, что вот эта вот женщина, она, как бы, является пострадавшей. То есть, будет восстановлена справедливость по отношению к нему. А как по отношению к ней? Ну, вот, она отдала, а вселенский закон отдавая, мы получаем. Она же отдала из милосердия, правильно? Она же не отдала в проценты, там, не занималась расставчистством. Давайте я вам отдам, как делаю там, не будем говорить кто, но делалось и делается. Вот как в этом случае будет? Ну, в этом случае будет одно, что милосердие – это милосердие. Это говорит о том, что эта женщина с большим сердцем, с большой душой отдала. Но, тем не менее, ей нужно обучаться и понимать, что мы не должны так вот бросать даже помощи, вот просто вот так, в ветер. Даже бывают такие случаи, наблюдаются, когда действительно кому нужно помочь, никто не помогает. Потому что они не видят этих людей, кому нужно. То ли они несут еще куда-то церковь и просто выкидывают деньги, неизвестно чему. То есть они несут деньги вот так вот с Вашингтона на Украину. И это не только в мелких, даже и в политике, в крупных делах. Просто этой женщине нужно еще раз получить физиономию и энергию. В тот момент, когда вы хотите помочь, прочувствуйте, какая это энергия. Действительно, да, может она помешала. Может она этой аварии помешала этому человеку что-то понять. И вот сразу быстренько закрыли, как бы его боль. А у него может... Лариса, да, я персонально, как говорится, я с Вами без сомнения согласен. Это правда. Но вот понимаете, как опять же мы возвращаемся к тому вопросу. Ну, не все воспринимают сигналы. Как научиться воспринимать? Как научиться оценивать ситуацию правильно, трезво? Вы же, в общем-то, этому обучаете. Скажите, такой же вариант возможен, наверное, да? Какие-то факты есть, наверное, как вокруг этого всего. Вот мы в прошлый раз говорили о снах. Сейчас мы немножко тоже об этом поговорим. Есть ли все-таки какие-то, какое-то вот, ну, скажем, там, учения? Как человеку воспринимать вот такие вот вещи? А это как я обещаю сейчас. Может быть, визуально женщина поймет меня. Во-первых, выйти в поле куда-нибудь, поле, если есть возможность такая, и ставить перед глазами большую чашу, вот именно чашку, она крупная, большая эта чашка, в эфир высказать с любовью, забыть это, то, что она отдала, просто забыть. И в этой чаше, чаше в этой искупаться, визуально представить, что она искупалась. И эти ангелы-хранители, которые с ней находятся, они, естественно, она ничего не сделала, но они ее тоже морально где-то сейчас, где-то она, раз она такой вопрос задала, она, значит, сама и своим инстинктом, и предчувствует это, что она не получит назад. Она это предчувствует, но она не хочет соглашаться, потому что, ну как так, она дала-то от души, помогла, и тут вдруг вот такое происходит, что ни ответа, ни привета. Ну, поэтому даже когда даешь кому-то что-то, всегда подумай заранее, может быть, назад и не придет. Всегда нужно страховать себя так. Поэтому, когда даешь, уже не думай, что они придут назад. То есть дала и дала, все, человек должен сам отдать так, как ему, как это положено. В этой чаше искупаться и выйти с голыми ногами, чтобы голые только ноги были на поле. Вот я вот одну вещь про себя, потом быстренько расскажу. У меня где-то был такой очень случай, у меня. У меня, мне помогли, очень сильно помогли и очень большую мне помощь принесли. И я знала, что я не смогу быстро отдать. Но почему-то я сказала, что я верну. И у меня получился оборот совершенно другой. Действительно, я очень быстро, не ожидавши от себя, мне пришел оборот, я отдала. А у той женщины, которая мне помогла, у нее еще больше пришло. То есть это получился, что бизнес, но не бизнес, гешет, как сказать, там. Получился обоюдный. Мы духовно друг друга поняли, что мы друг друга поддержим, мы поможем. И получилось, что это мы изменили, что, а здесь получается по-другому. И тем более, если это на машине происходит, сейчас машины, велосипеды, мотоциклы, очень нужно серьезно на это смотреть. Если есть возможность, лучше на государственном транспорте ездить. Вот эти последние сейчас два месяца. Понятно. То есть вы не рекомендуете, кстати, по ходу дела, вы не рекомендуете вообще пользоваться личными транспортными средствами, машинами, да? Да. А с чем это может быть связано? А с чем, сейчас тоже объясню. У меня буквально три дня тому назад я ехала в машине с сопроводителем, и вдруг вижу, и старовая женщина стоит на ступеньках, и какая-то темная тень просто ее выкинула. Женщина разбилась. Так как мы долго не могли останавливаться, проезжаем дальше. Вижу, идет велосипед. Опять же, эта же темная тень в образе человека, как крылья, размахивает, идет, как хулиган, как хулиган. Идет и раскидывает. Но раскидывает те, кто на велосипеде. У меня на глазах улетел мужчина, и улетел с велосипеда прямо под машину. Опять же, третий. Ребенок, думаете, ну ребенок, пятилетний, сопровождение матери. То же самое произошло. То же самое. Это же темная тень. Просто тень, не человек, ничего, тень. Так это получается, что это те же люди, которых убивают, вот сейчас вот эти нападения террористические. Это, получается, те, кого ликвидируют, они опять же ходят тенью. Поэтому нам нужно научиться смотреть на эту тень. Ну слава богу, как я потом слышал в новостях, никто ничего не умер, ничего, все прошло. Упал, упал там, да, телесные повреждения, мелкие. Ну все прошло. Ну просто сам факт. Вот сам факт, что мы видим это уже. И каждый человек это видит, если он магическим глазом будет смотреть. А для того, чтобы магический глаз сделать, это нужно этому обучить. Я не могу бы за 10 минут показать, как магический глаз действует на наше движение. Ну, я могу только, так скажем, обратиться к нашим радиослушателям, сказать о том, что я не обладаю, я лично не обладаю вот этим магическим, как вы говорите, глазом. Но был свидетелем, когда у меня дома, когда вы находились у меня дома, будучи в Чикаго, вы сказали, Майк, видишь, на кресле сидит мужчина? Не знаю, помните ли вы эту ситуацию. Я сказал, не вижу, честно. Ну как? Ну вот же он сидит в кресле. То есть среди бела дня сидит какой-то мужчина. А что за мужчина? Ну, мужчина сидит, вот, и вы начали его описывать. А я, естественно, не вижу. А мужчина это мой друг какой-то, который, как вы описали, я так и не вспомнил, извините, я так и не вспомнил, кто этот мужчина. Вот он пришел. Ничего плохого он не сделает. Он просто пришел поздороваться. Я к чему это говорю? Я говорю к тому, что все это видят. Не все это видят, если так честно говоря. Захотят ли все это увидеть? Не знаю. Но такая возможность есть, да? Правильно? Да, не то, что захотят, а не захотят. Они должны это будут видеть. Ну, естественно, если там вокруг нас ходят вот эти... Вообще, вы знаете, это уже не по теме, так скажем, но имеет отношение к этому. То есть, на сегодняшний день существует статистика, которую, естественно, никто об этом не говорит, никто не знает, но на сегодняшний день существует 7 тысяч бестелесных духов. Сейчас все будут смеяться, но это же информация, правильно? Мы же делимся информацией. А верить или не верить, это дело такое. которое находится на каждого живущего у нас на земле человека. То есть, ну, логически, да, не все получают физическое тело. Собоубийцы не получают его. Они должны прожить определенный период своей жизни в бестелесном теле и испытать все, так сказать, круги, как говорится там в Библии, круги ада пройти через это. И поэтому, да, действительно, таких теней, как вы рассказываете, действительно много. И было бы желательно, естественно, их видеть. То есть, такая возможность, не будем говорить, как и сейчас, но такая возможность есть, и вы этому могли бы даже научить видеть обычного, простого, смертного, вот, скажем, магическое такое око. Правильно? Да, у меня в одном моем выступлении, это было, сейчас скажу, где это было, а это было в Швейцарии. Это было в Швейцарии ЦУГе. Здесь я показывала эти эксперименты, как человек, когда я работал, видел этих духов. Я их просто вызвала. Сначала никто в зале это не увидел, но тогда, когда были раскуплены мои ДФД, там все увидели, действительно, что стоял шкаф, и вдруг не было шкафа. И вышел из этого шкафа, где был шкаф, вышли три человека, которые, духи. Они в образе человека вышли, но они стояли. Это вы можете найти на программе Швейцария, там есть где-то выступления, и есть ДФД даже продаются, они в Москве есть сейчас. Простите, как вы сказали слово? ДФД. Это что такое? Ну, были записи, пленки, запись, фильм. А, окей. Это вы по-невецки говорите, как я понимаю. Извините. Да. Ага. Вот там очень красиво показано, действительно, все, многие, кто были на моем, тот момент на моей лекции, они видели это, что потом уже стали ко мне поступать письма, извините, мы там неправильно выступили, сказали, что действительно люди увидели. Но увидели, к сожалению, не тот момент, когда я показывала, а потом после записи увидели. Это интересно. А, и тогда в таком случае скажите, как, то есть эти фильмы, вы говорите, они существуют, правильно? Да, 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 есть. Их нужно просто открыть, Суверон Мориса, и пройти, где все, интернет, YouTube, там, на последнее, прямо выступление Цюрих, Швейцарь выступление. Там как раз вот запись полностью, она стоит. Ну, интересно, дорогие друзья, еще раз я озвучу наши координаты. Кто не сможет найти, пожалуйста, обратитесь к нам, мы вас, так сказать, направим туда. Это тройное W, sungatesradio.com, sungatesradio.com, это sungates108. Кто хочет позвонить, пожалуйста. Это 847-226-9956. У нас есть, вообще, на самом деле, действительно, очень много материалов. И у Ларисы Суверон эти материалы есть, у нас есть общие материалы. И сегодня, кстати, кто хочет посмотреть, была очень интересная вещь. Давайте мы просто, для интереса, я вам задам такой вопрос. Сегодня, еще раз, на sungatesradio, на фейсбуке, я поместил небольшую такую отрывок из блога, когда-то был сделан. Дело в том, что все сходятся, ну, все, как все, все те непопулярные, скажем, науки, личности, это парапсихология, это астрология, непопулярные в том плане, что сейчас, да, все больше и больше становится это открыто, известно и интересно. А раньше это считалось анафемой, там, сжигали на костре и так далее, от лукавого, но, тем не менее, оно существует, сами понимаете. Так вот, август месяц, во-первых, будет, 18-го числа августа будет лунное затмение, 1-го сентября будет солнечное затмение, Меркурий идет ретроградным, то есть, все связаны с коммуникациями, ну, астрологи и те, кто разбирается в этом, знают. В общем, будут какие-то, в общем, такие не очень благоприятные мягко говоря вещи, которые будут происходить в мире, это и природные какие-то явления, могут быть и действительно катаклизмы, это неблагоприятные явления политического характера, это неблагоприятные какие-то вайл, насилия, могут быть случаи насилия, то есть, какие-то напряженности в мире, в разных точках, мы примерно, как бы, это самое предполагаем. То есть, примерно, вот так, с середины августа до середины сентября. Я уже практически озвучиваю вопрос, который я хотел задать. 24 августа, вот почитайте, кто нас слушает, кто будет слушать, потом записи на Facebook Radio, это очень интересная вещь. Было два фильма. В этих фильмах показывались driver's license, то есть, водительское удостоверение, которое заменяет паспорт в Соединенных Штатах, да, где стоит дата истечения вот этого, ну, или паспорта, или водительского удостоверения. Первый приводится фильм, всем известный, «Матрица», по-русски, «Метрикс», где главный герой, Нио, мистер Эндерсон, у него, значит, дата, дата, истечения вот этого водительского удостоверения, 11 сентября 2001 года. Фильм вышел задолго до этого, естественно, за несколько лет, то есть, как это может быть? Совершенно невероятно, но мы все знаем, что произошло 11 сентября, да? Да. 11 сентября. Следующий был фильм, который вышел, ну, было много фильмов, но тот, где показан вот это водительское удостоверение крупным планом. Этот фильм назывался «Люси». Как использовать мозг человека на всю катушку? Наверное, многие смотрели этот фильм. Интересная вещь, очень интересная вещь. И вот там было водительское удостоверение той самой «Люси». Дата была такая, 24 августа 2015 года. Ну, сегодня у нас 9 августа 2016 года. То есть, мы подходим к дате. Все астрологи, вы только что озвучили, примерно середина августа, где-то к середине сентября будет, кстати, 11 сентября. Ну, тоже входит в эту, так сказать, в этот промежуток времени. Ну, цикл 16-15 лет, прошло с того времени. Так вот, что произошло 24 августа? 24 августа произошло то, что были слухи. Я просто занимаюсь биржей, стакт-маркет, и я присутствовал в этом прямо натуральным образом. Могу сказать, что проиграл очень много, поскольку совершенно у меня была позиция, и маркет начал по-страшному лететь вниз, ну, примерно где-то с 2-3 часов ночи по времени города Чикаго. А он открывается в 8.30. За это время, впервые в истории, биржу останавливали 1200 раз. 1200 раз. Такого никогда не было. Маркет открылся, биржа открылась на минус 1200 пунктов по сравнению с предыдущим закрытием, на минус 1200. А даже во время вот 11 сентября не было такого падения, когда открылся, там закрыли, маркет, через 3 дня он открылся, было минус 650. Я тоже тогда присутствовал. Так вот, сейчас вот такое вот событие. Скажите конкретный вопрос. Ну, это, так сказать, факты. Что-то будет такое неблагоприятное? Можно нам, ну, не нужно, но ожидать или быть готовым к такому вот событию? Как вы видите с точки зрения парапсихологии и основедения? Да, я вижу, что это нужно ожидать. Это будет необычное явление, особенно с политикой. Сейчас те, кого будут выбирать, неожиданно переберут опять других. Это первое, что я увидела. Будет назначено один, и вдруг буквально за какие-то считанные, может, часы, да, будет перетрубаться, будет по-другому. Это будет так, где-то наставлено, типа, как вот, что-то, войны, а на раз она переиграет. Это будут все последние минуты, последние часы. И вот, вот именно, о чем вы сейчас сказали, и это сейчас может вот все произойти. Вы знаете, мы разбирали такое событие, которое будет на весь мир окажет, естественно, очень серьезное влияние это выборы президентов Соединенных Штатов. Поскольку последние несколько сроков президент находился, так сказать, у руля в течение двух сроков, тогда получается, что это восемь лет. То есть, на восемь лет избирается человек, который будет оказывать очень серьезное влияние не только в Соединенных Штатах, а во всем мире. Ну, как ни крути, как к этому не относиться, чтобы не говорили там другие там закулисные эти люди, политики и так далее. Все-таки сегодня центр бизнеса и центр находится в Соединенных Штатах. Все должно измениться, безусловно, но пока вот таким образом. Поэтому, когда мы разбирали это, и астрологи, там присутствовали и психологи, и ясновидящие, существовала вероятность, и этого не отметали даже политики, о том, что где-то, случайно, может выскочить третий человек совершенно невероятным образом. То есть, вот сегодня у нас представители двух партий, демократическая, республиканская, Хиллари Клинтон и Дональд Трамп. Но вдруг неожиданно, непонятно, откуда выскакивает, как чертики с табакерки, выскакивает какой-то третий человек, который может вмешаться в это. Вообще-то говоря, времени практически нету. Но такая вероятность, пока этого не произошло, всегда существует. В нашем мире, возможно, абсолютно все. И по этому поводу есть даже такой простенький анекдот, когда, ну, зачем портить отношения? Ну, мало ли, а вдруг вот там действительно кто-то есть. Никто же не доказал, что нету, правильно? Это вера или не вера. Не надо портить. Поэтому такой вариант возможен. То есть, вы его тоже не отметаете, хотя времени осталось практически никак. Нету его времени. Вот, например, я недавно видела такое тоже, как предсказатели сказали. Apple выйдет из строя. Эйфель? Эйфель. Эйфель. Телефон. Эйфель. Эйфель. Выет из строя. На его место быстро станет второй, который весь мир взбудоражит. Серьезно? Да, вот буквально где-то, может, раз и все. И все рухнет. Будь добрый. А вы знаете, я как-то беседовал давно с известным вам, хорошо известным вам человеком по фамилии Сергей Серебряков. Вот, мы с ним беседовали и да, и он говорит, вот у меня есть такое, Майк, у меня есть такое предчувствие, ну, он тоже находился у меня дома, и мы беседовали на разные темы. Он говорит, вот посмотришь, Apple, но это было давно, это было года 4 тому назад, не знаю, Apple после смерти Стива Джабса уже не Apple, не тот Apple, который он был, то есть оно идет как-то по накатанной, оно идет по инерции, и все эти телефоны там, и я вот смотрю там, седьмой iPhone там выходит, восьмой iPhone и так далее, ну, предполагается, что он выйдет. Но интересная штука, что его мнение было о том, что Apple как структура, как компания, она не будет существовать, то есть будут какие-то маленькие дивизионы, что ли, вот, ну, скажем, не Apple как компания, а вот компания iPhone, компания iPad, компания там, не знаю, много всяких там, а я хотел у вас спросить, вот, это совпадает, то, что вы говорите, каким-то образом, да, я хотел у вас спросить вот что, я где-то там читал, слушал о том, что, в общем-то, родители Стива Джабса, это приемные родители, на самом деле, и об этом мало кто знает, а его отец был из такой закрытой, ну, не знаю, секты, не секта, но общество Алавитов, это Сирия, и вот, если смотреть его, скажем, офис, компанию, то она очень-очень напоминает некоторые, скажем, постройки, которые, вот, храмов, которые были там, очень серьезно напоминает, да, и сам Apple, оно совсем не Apple, то есть, оно Apple, как бы, вот, надкусанное это яблоко, оно, оно не Apple, скажите, это действительно, как вы видите, это возможно, вот такое мнение, да, я видела это, вы видели, и в итоге, все равно люди будут учиться разговаривать через телепатию, эсперанто, шпраха, то есть, шпраха, когда мы друг другу будем в эфир вызывать, точно так же, как через компьютеры, это, это не, это уже, в горизонте, скоро это будет, потому что человек, скоро не сможет пользоваться, этими, вот этими приборами, которые, у нас мозг, настолько, высоко развит, и мы, это, наши развиты с мозгом, мы даже пользуемся правильным направлением, так же, со здоровьем, так же, как и со знанием, человек, это божественный брион, а божественный брион находится, биоэнергетическом брионе, а биоэнергетическая капсула находится, материализованность, в реалитете, материализированность, самое трудное, вот в этом самом трудном, надо давать возможность, нашему духу развиваться, самое это трудное, которое трудное, так же, как и наши сны, так же, как и наше видение, и каждый раз, когда вы будете видеть что-то, вы не сомневаетесь, что вы видите, вы видите действительно, дайте возможность, прийти к другому явлению, к новой жизни, если вы будете говорить, да, мне показалось, да, не показалось вам, это сейчас действительно люди, которые пришли от Всевышнего Создателя, который с нами, он нас просит, пожалуйста, выходите с нами, мы с вами, вы не одни, а люди многие, что спорим, не верятся, не верятся, и они думают, да не, это показалось, да не дано, поэтому, если человек, так же, как и эмигранты, они не попадали, не беженцы, а эмигранты, они не думали, почему они пришли в другую страну, только потому, что это божественная энергия их развиваться послала, а развиваться на другие, другие шпрахы, значит открыть новое явление в мозг, мозг, когда учит новые, новые языковые речи, он по-другому начинает думать, этот человек, если мы говорим только на одном языке, то мы просто тупеем, у нас получается в голове бактерий, которые останавливаются, и останавливают наше движение тела, если человек рассчитан жить до 300 лет, 300, то он до 100 доживает, до 90 доживает, до 70 доживает, 70 лет у нас прекращаются, все болячки, мы их не чувствуем, в 75 мы еще лучше себя чувствуем, а если вы уже дошли до 100, то уже забудьте, вы не будете валить, у вас уже происходит другое, другая эволюция, и вы пойдете дальше, уже барон Штенхауза в Швейцарии, ему уже 106, это мой лучший друг барон, ему 106 уже, и он не собирается умирать, он не может ходить, но ему интересно сейчас стало, а в 100 у него был кризис, поэтому я говорю, что мы эволюция человека, как у черепах, до 300 лет мы должны жить, ну Лариса, обычное явление, вы понимаете, у всех, у кого 100 лет, у них всегда кризисы бывают, потом начинается все проще, ну, периоды жизни, у кого-то там, да, 57 средний возраст, мужчины, проживающие на территории некоторых бывших республик, теперь страна, у кого-то в 100 лет кризис, так что это дело такое, но вы абсолютно правы, на самом деле, есть такая поговорка, новое это хорошо забытое старое, то, что сегодня говорят новое, оно уже было, то есть циклы у нас есть, циклы у нас измеряются не только месяцами, годами и столетиями, циклы у нас измеряются гораздо большим сроком, и вот говорится о том, что люди, которые жили в эпоху доисторических мамонтов, знаете, была такая еще тогда эпоха, она называла Сатиюга, кстати, на всякий случай, так вот, те люди обладали, то, что сегодня называется, мистическими совершенствами, то есть они все общались с телепатическими, у нас есть какие-то отголоски этого, битва экстрасенсов и так далее, вы, извините, отголосок, то есть мало людей, которые обладают такими качествами, но в принципе мы все это имеем, потому что мы, да, мы действительно божие сознания, и было бы очень неплохо о том, что верующие, неверующие, ну хотя бы допускали, что это возможно, как говорил Сакра, знаете, я знаю, что я ничего не знаю, это не значит, что он там дурак, ничего не знает, а знал он действительно много, он добавлял, ну хотя бы я это знаю, то есть это означает, что есть возможность у нас узнать, не верить, это глупо, мудрее, так скажем сказать, я не знаю действительно, так что вы правы, кстати, одна ремарка, я хочу просто, когда люди будут просматривать нашу программу, вы сказали выйти на поле, поставить чашу, и в эфир, там сказать эфир, это Акаши, санскритское слово Акаши переводится как эфир, то есть мы знаем, жил такой Эдгар Кейси, и я делал много программ по этому поводу, который как раз таки читал вот эти вот рекорды, эти книгу, вот эту, так сказать, Акаши, эту книгу, эфирную книгу, вот там записана вся информация, и о наших прошлых жизнях, о нашем будущем, и научиться было бы неплохо не в смысле предугадывания и в смысле пользования этим для своих каких-то целей, а в смысле того, чтобы, ну, как минимум себя защитить от каких-то, ну, неблагоприятного чего-то, да, но в данном случае женщина одолжила, можно посочувствовать, я одолжил немало, но я прекрасно понимал, если что-то происходит, проблема моя, моя проблема, а не того человека, который против нас что-то там совершает, не дает деньги и так далее, он-то как бы, ну, так сказать, реакцию на это действие получит. Ларис, большое вам спасибо, была на редкость мобильная у нас программа, то есть как-то, вот я даже так вот рядом, находясь с аватаром, кстати, да, вот и привет передающий вашему аватару за вашей спиной, да, мы очень рады этому общению и о том, что мы можем что-то новое интересно подчеркнуть. Дорогие друзья, у вас есть такая возможность, уникальная, повторяю, возможность пообщаться с Ларисой Суверон, пообщаться с другими гостями нашей программы, ну, вот у нас буквально через там какой-то 10 минут будет в эфире доктор Увайдов, правда, он что-то мне не говорит о том, что он есть, но будем надеяться, что он проявится. Вот он обучает нас быть здоровыми и причем, что самое интересное, говорить с нетрадиционной точки зрения, то есть, вы представляете, вы же сами медик по образованию, вы же знаете, доктор, народ, феномен, как это у вас было? Целитель. Народный целитель, да. Так, когда-то солнце, воздухе, вода, ну, это наши лучшие друзья, а потом это стало все индустрией, фармакологической индустрией, закармливания таблетками, и, к сожалению, сегодня большинство людей этим и оперирует, а ведь было когда-то все по-другому, и даже и понятно, и вот он рассказывает, с чего это началось, были такие два очень умных человека по фамилии Ротшильд и Рокефеллер, которые придумали эту всю систему, систему лечения, так называемая, но об этом мы поговорим в следующий раз, то есть, у нас есть возможности и много тем, которым будем освещать. Хочу еще сказать, мы все-таки выбираем пока дату общения с Ларисой Суверон, не только в формате радио и даже видео, а в формате реального общения, где можно будет задавать вопросы, где будете вы видеть, и где Лариса будет видеть тех людей, которые присутствуют у нас конкретно по именам, фамилиям, то есть, это живая ссылка, это практикуется, и мы планируем такую передачу провести, мы пригласим еще парочку магов, экстрасенсов, ясновидящих, это будет еще более интереснее, мне кажется, вот, ну, а на этом разрешите тогда с вами попрощаться, пожелать вам хорошего вечера, у вас уже там на вашей территории подбираетесь к вечеру, это у нас только еще там 10-20 утра, поэтому, значит, всего вам доброго, главное здоровья, ну, и до новых встреч. Всего доброго, Майк, желаю вам хорошего дня провести, и чтобы солнце в Чикаге было, и чтобы было людям весело и приятно. Спасибо большое, всего доброго, до свидания. С вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова